Вот первая достопримечательность, гигантский якорь сзади меня. Но я когда к нему подошел, что-то вспомнил фильм, на котором я вырос. Седьмое путешествие Синбада и золотое путешествие Синбада. Кстати, может, благодаря этому я и стал моряком. Так я подумал, что это какой-то арбалет для циклопа. Все, спасите меня, спасите! Синбад, мой маленький, вы слышите, вы спасены! Прео, лампа! Поднять, лампа! Живо! Хотя здесь написано другое. Написано, что этот якорь был изготовлен для лодки, фишн-боут, для рыбачков, которые ловили креветок. Это Национальный морской музей. В следующий раз приедем, посмотрим. Там внутри, говорят, очень хорошо. Ну, что уже ждать? Зашел, оказалось, бесплатный вход. Дали мне вот такой вот буклетик на английском языке. Вверх ногами. И сказали, можно снимать. Все, замечательно. Что ждать уже следующего раза? Ну, специально для вас. Это Underwater Cultural Heritage. Это наследие подводное, которое нашли. Горшочки какие-то. Это парусник корейской постройки. Скорее всего. Здесь есть какие-то гиды на английском языке. Уже просто времени нет мне брать. Почитайте сами. Western Sea, Dalido Ship. Так выглядит все старенькое. Вот якорь, кстати. Уже сколько якорей у нас в нашем распоряжении. Так он выглядел изначально. Все, что осталось от лодки. Вот этот лодка. Шип, даже судно. В каркас они его заткнули. Неплохо. Сейчас пойдем бегом наверх. Мои товарищи пошли куда-то в магазин. Покупки. Ну, слава богу, жена мне наоборот говорит, не вези мне всякую фигню домой. Поэтому я ничего не покупаю, ни парфюм, ни сувениры. А мне нравится гулять по природе, посещать музеи. Да и вообще знакомиться с бытом, с национальностями. Вот такой я человек. Это был театр для корейских детишек. С мамами и с папами. Это уже интереснее. Видите, какая красота. Ух ты. Такой бы макетик бы. Да домой. Якоря интересная, да? Очень красиво. Ну, все на морскую тематику на канале, ребята. Смотрите. Бабах. Вот это шхуна такая. Рыболовецкая. Якоря, кстати, одинаковые. Фишн боут. Вот еще. Видите, вот так вот строили когда-то, да? А теперь на шипьярде. Тут можно вставочку сделать. Как технологии скакнули. Вот так перевозят счастье судна. Рубили лес. Раз, пилили. Раз, раз. И делали такие шхуны. А сейчас, как конструктор Лего складывают. А потом включаемся уже мы. Судоводители, судомеханики, электромеханики. На шипьярде видно судно в разрезе. Здесь мы тоже видим. Ну, тут. Может, тоже балласт какой-то был. Раньше, по-моему, насколько я знаю, камни кидали. Для балласта. Водушник никак нельзя налить. Взять балласт. Деревушки. Интересные. Постройки. Ну, что-то на японское больше похоже. Хотя, кто его знает. Интересная постройка. Шип тоже. Ну, как всегда, в Азии куда ж без драконов. А, вот здесь написано. Это уже военные суда династии Джо Сеон. Многочисленные победы были одержаны с помощью этих судов. Вот еще одно, наверное. Воршип. Сейчас посмотрим. Лебедочка на корне. Якорь. Оба. Каютки. Парус. Два даже. Это какой-то... А, Джо Сеон. Это же династии судно. Скорее всего, военное. Это вообще плод. Вообще красота. Боут называется. Ну, как бы, я думаю, это плод. У меня один подписчик есть. Сплавляется по Дисне, реке. Конечно, не на таком плод. У него там все повеселее. Но неплохо. Это уже наша современность. Вот они, наши танкерочки. Продакт керриер. 14,4 узла. 46 метров. 228. Ну, почти как наш. Очень похож. Два крана. Надстройка. Прямо вообще один в один. Да, 95 тысяч дедвейт. У нас 115. Смотрим сверху. Узнаем каюту, где мы живем. Так, и сзади. Мельбург. Ну, посмотрите, Marine Traffic. Что там? Сейчас посмотрим. Современный газовоз. LNG. Мой сын сейчас работает на LPG. Пусть посмотрит, как выглядит LNG. Вот куда ему надо стремиться. У меня один электромеханик перешел. Знакомый, мы с ним работали. German Tanks. Да, он там получает почти как я, наверное. Ну, условия все. Труда, конечно, на высшем уровне. LNG. Ох, детишки раскачали. Hyundai Samo. Мокпо. Так выглядит сверху. Ну, красота. Ох, ну здесь просто фантастика вообще. Старинный компас, портсайд, стаборд, клинометр, все знакомое. Патефончик. Сейчас все с телефона играет. Вот такой бы, если бы я такой макет имел дома, ох, ты просто смотрел бы с утра до вечера на него. Какая красота, какая работа, смотрите. Сколько нужно сил потратить, чтобы такую красоту сделать. Просто песня. Ну, пошли другие суденышки всех видов. Минчин династия. Может, китайская, не знаю, кто знает, напишите. Это уже кто с крестами. Санта-Мария, но приехали товарищи из Европы. Санта-Мария. Старые книжки, действительно приятно. Аж вообще, даже со стороны смотреть. А в руках, если подержать, просто красота. Ну, это лучше, чем с телефона читать. Особенно, если старинные такие. Там же, это же произведение искусства. Шедевр просто. Весельные лодки. Рабы на галерах. Раз-два, раз-два. Механики так раньше загребали веслами. Еще лучше. Такой бы. Это, наверное, вообще best of the best. Что сказать. Такое создание. Посмотрите. Это просто шедевральные. Шедевральные. Это не Титаник случайно. Титаник. Угадал. Смотрите, макет Титаника. North River Steamboat. Паровое судно. Пушечка мелкая. Этот в разрезе. Что там такое? Бочки с порохом. Люди. Смотри, палуб столько много. Раз-два-три-четыре. Четыре палубы. Так. Вот так раньше возили. Ну, это нам все знакомо. Full ahead, half slow, dead slow, stand-by, stop, finish with engine. Все это перешло к нам. Компас такой же. Штурвал поменялся. Правильно. Blue Mountain. Кофе. Ну, тут раньше возили такие продукты. Да ты посмотри еще больше. Это уже военные. Смотрите, с трех палуб пушки поля. Тут как раз буду сегодня смотреть сериал Black Sails. Четыре сезона. Женя, мой товарищ, порекомендовал. Меня начал смотреть. Ну, как бы тут столько информации. Поэтому хожу уже сам видео и снимаю. Ну, что ж. Получил я большое впечатление от просмотра в этом музее. Надеюсь, и вы тоже. Ну, все ж. На морскую тематику. Даже больше, чем хотел. Продолжайте смотреть. Долечу домой. Что там будет интересного. Что-то буду записывать. И когда прилечу в Корею, будет, конечно, еще что-то интересное. И судьба, конечно, будет предоставлять какие-то сюрпризы новые. О которых я вам расскажу позже. Здесь около музея стоит шхуна, которую, скорее всего, реставрируют. Потом можно будет тоже лицезреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok